В этом видео от моего уровня будет зависеть, каким супергероем я стану. Новый уровень, новый супергерой. Со своими суперспособностями. Кем я стану и что из этого выйдет? Давайте проверим. Ну а мы начинаем. Ну что ж, ребят, вот я и заспавнился в мире и обнаружил, что мой супергеройский уровень равен нулю. Если честно, пока что я не понимаю, что это значит и как его повышать. Но я надеюсь, что в ближайшее время нам об этом расскажут. И кстати, сзади меня находится аванпост разбойников, спереди деревня, а вот и сообщение. Добро пожаловать в мир супергероев. Для перехода на первый уровень создай молот Тора. Тебе понадобится 6 железа и палка. Так, ну в принципе все понятно. Мне нужно 6 железа и палку для того, чтобы сделать молот Тора. И да, как я понял, каждый раз, когда я буду выполнять какие-то задания, я буду становиться новым супергероем. С невероятными какими-то там секретными способностями. Ну и сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Добудем пару кусочков дерева, сделаем себе верстачок, ну и конечно же деревянный топорик. Куда ж без него? Так, на топорик не хватает, понял. Еще один кусочек дерева надо добыть. Теперь мы можем сделать себе и топорик, и кирочку. Ну в принципе все. И добываем последний кусочек дерева для того, чтобы сделать палку. Помимо этого, как мы поняли, нам нужно 6 кусочков железа. А 6 кусочков железа это как минимум убить двух големов. Ну или сходить в шахту, ну или ограбить деревню. Потому что если в этой деревне есть кузница, а в ней есть железо, то мы сможем скрафтить с вами молоттора. А может где-то в домиках у жителей тоже сундучки будут? Эй, сундучки где-нибудь есть у вас? Че-то пока что, если честно, ни одного сундука не вижу и ни одного голема. Хотя нет, один голем все-таки присутствует. Так, хлебушек, яблочки. Ну супергерои, че, они люди что ли? Им тоже нужно кушкать. Также добудем пару снопов сена для убийства голема. Эх, вот бы с голема падало 6 кусочков железа максимум, а не 5. Тогда было бы вообще прекрасно. Так, ладненько, давайте-ка с вами сделаем вот такую штуку и можно уже нападать на голема. Ты куда? Ты куда подниматься начал? Ты че такой умный-то? И че мне с тобой делать, ешкин матрешкин? Я даже не ожидал, что он здесь сможет подняться. Добудем дерево потом еще кусочек. Все, теперь мы спокойно можем с вами убить этого голема. И получить свое заветное железо. И сделать свой заветный молот Тора. Интересно, какие у Тора вообще будут способности? И это все нам предстоит изучить. И последний удар. Нет, не последний. И вот сейчас точно последний. И у нас 3 кусочка железа, серьезно. Это ж вообще не серьезно. Добываем 3 булыжника. Крафтим палки, а также себе каменную кирочку. Забираем хлебушек и погнали, значит, в шахту. Че-то становиться вашими супергероями нифига не просто. Да, Крипер, ты тоже так думаешь? Давай, бу-бухай. И добываем оставшиеся 3 кусочка железа, которые нам как раз таки и нужны. А вот, кстати, и они. Добываем. Крафтим печку. И кидаем на переплавку. Так, не понял. А ты еще что такое? Это что? Господи. Свинья, человек, паук. С тобой все нормально. Но будем считать, что так и должно быть. Давай, брысь отсюда. Потому что сейчас я стану Тором. Ну и теперь, наконец-таки, мы можем скрафтить молот Тора. Поздравляю, ты стал Тором. Ты получил способность летать. На В ярость грома. Для перехода на следующий уровень убей 10 пауков. Просто посмотрите, как я выгляжу. И у меня появился мьёльнир. Ребят, я разучился прыгать. Теперь вместо прыжка у меня всегда полет. И я даже... Смотрите, вот я сейчас хожу по земле. Или не хожу по земле. Ты че? Это... Давай это... Уйди отсюда. Так, мне также сказали, что на В у меня появилась какая-то ярость грома. Если честно, пока понятия не имею, что значит ярость грома. Давайте добудем с вами верстачок. Добудем вот эту штуку. И по-быстренькому сгоняем в аванпост разбойников. Ну и заодно затестим, что за ярость грома. Ааа, я понял. Я могу кидать молнии. Немножечко все равно не понимаю, как пока что работает ярость грома. Но сейчас я вижу много мобов. И давайте затестим. Пробуем. Офигеть, я могу сразу во всех кидать молнии. Вы че издеваетесь? Это же слишком крутая способность. По-моему, ребята, это самый жесткий супергерой на первом уровне. Но для перехода на следующий уровень мне нужно убить 10 пауков. Если честно, понятия не имею, кем я стану. Но судя по тому, что там именно пауки, то скорее всего я стану человеком-пауком. А почему бы и нет? Так, привет, братишки. Это знаете, ребят, я прям какое-то удовольствие испытываю, когда столько молний летит. Так, ладненько, где у нас павуки? Вижу павука, спускаемся осторожненько и убиваем с одного удара. Скелетов, жалко, с одного удара не убиваю. Видимо, молот не настолько сильный, насколько я это думал. Че вот это за перцы стоят? Так это если я неудачно молнию пущу, я же могу весь лес поджечь, получается? Так, ладно, неважно, все-таки нам нужны паучки, поэтому летим и ищем их. И, кстати, ребят, че я заметил? По-моему, они мне вообще никакого урона не наносят. У меня здесь бесконечная сила, сопротивление, регенерация и даже насыщенность. То есть мне кушать даже не нужно. Если честно, пока я не знаю, сколько я пауков убил, но как только мы убьем всех, я думаю, нам об этом сообщат. Так, паучок, давай, до свидания. Че у нас еще тут есть? Вижу еще одного паучка. Ну, кстати, пауков здесь довольно-таки много, но точно 10 я еще не убил. А убийства моими молниями считаются или нет? Так, ладно, еще один паучок и еще один. Блин, я не знаю сколько, наверное, где-то один остался. Вот по-любому один паук еще и все. Давай, получай. Вот теперь точно один остался. Прям чулька, знаете, спайдер-манская у меня активировалась. Давай, паучок. Блин, он был тоже не последний. А сколько я пауков-то уже убил? Ну давай. О! Поздравляю, ты стал Человеком-пауком. При помощи вапшутера ты можешь перемещаться в любую точку. Кстати, Мьёльнер у меня забрали, но дали вапшутер. Способность на В паучий кокон. Для перехода на следующий уровень выпей зелье скорости. Чего, блин? Так, ладненько, вапшутер. Ну это понятно. А что за способность паучий кокон? Блин, как она мигает неприятно. Давайте-ка с вами убьем какую-нибудь овечку. А я всю силу свою Торовскую потерял. Ладно, неважно, мы еще не знаем, что за способность паучий кокон. Но ее протестировать я хочу, как только мы поспим. А для этого мне нужна еще одна овечка. И в идеале белого цвета, потому что, ну, красить как-то не особо хочется. И последняя овечка получает. Так, все, давайте сделаем своим побыстренькому кроватку. Там зомби со мной бегают. Давайте с помощью вапшутера куда-нибудь вон туда вот перетянемся. Балдежненько. Ставим верстачок, дерево и крафтим себе кроваточку. Готово, можем поспать. Так, забираем кроваточку. Шо за паучий кокон? Так, ладненько, вижу зомбачка. А, я типа могу ставить паутину там, где он стоит на кнопку В. Я понял, и теперь вот этому вот зомбачку гораздо сложнее отсюда выбраться. Давай, пошел отсюда. И надо бы сделать себе какой-нибудь топорик другой, потому что сражаться как бы деревянным, ну такое себе. И, кстати, почему-то мой супергеройский уровень до сих пор первый. Вам не кажется это странным? Так, не понял. Ты вообще откуда тут? Давай-ка, это, все в кокон, все стойте в коконе. Смотрите, ребят, он бежит, и я просто могу перед его ногами ставить вот этот вот кокон просто на одну кнопку. Ну, прекрасно. Но, следующее наше задание скрафтить зелье скорости. Вот это, кстати, на самом деле, что может быть связано со скоростью? Ребят, если вы догадались, можете написать в комментариях, какой супергерой связан со скоростью. Но, я пока не буду даже думать об этом. Я просто начну делать зелье скорости. На самом деле, все безумно просто. Во-первых, нам бы вернуться в деревеньку, в которой мы с вами были, и своровать оттуда зельеварочную стойку. Ну, потому что создавать как-то самому, ну, такое себе. Потом нам нужно будет сгонять в ад. Ну, в общем, сейчас все сделаем. И знаете, быть супергероем классно в том плане, что мне вообще не нужно кушать. Вопрос теперь, здесь есть где-нибудь церковь, в которой будет зельеварочная стойка? Или здесь такого нету в этой деревне? Так, а что у нас здесь? Житель грустит. Ну что ж, ребят, прекрасные новости. При помощи своего волшебного веб-шутера я нашел новую деревню. И как вы знаете, вот в этих домиках как раз-таки и обитают зельеварочные стойки. И еще здесь этот мужичок стоит, что-то варит. У тебя даже здесь этого нету. Ой, господи, глупенький. Так, смотрите, нам нужно что? Правильно. Первое, это порошок Блейза. Второе, это адский нарост. Ну и остается всего лишь-то сахар, который мы, кстати, должны добыть с вами в этом мире. Ну и для того, чтобы не создавать портал, легче найти руинный. Но для начала тростничок забираем, крафтим сахар и отправляемся на поиски руинного портала. Ну что ж, ребят, на том конце болота я вижу то, что нам нужно. И, кстати, я очень сильно надеюсь, что там есть обсидиан, потому что с обсидианом у меня проблемы. У меня как бы его просто нет. Так, ну что, мы где-то недалеко от портала должны быть. Так что, давайте залезем. Да, здесь есть обсидиан, прекрасно. И давайте с вами достроим портальчик. Он получился идеальный и еще остался один кусочек, который нам, кстати, не нужен. Огненный заряд забираем. Хм, золотая кирочка. Возьмем, почему бы и нет. Теперь, при помощи огненного заряда поджигаем портал и Человек-паук отправляется в ад. Кстати, ребят, я заметил, если снять шлем Человек-паука, то я не теряю способностей. Но при этом я вижу довольно-таки хорошо. Ну а в любом случае, нам нужно бы найти крепость и не потерять портал. Так что, погнали. Ну, в принципе, что, паучье чутье прокачано на максимум... Аааа, думаю, не потеряемся. Так, ладно, я могу сгореть вообще. И, кстати, сгореть я не могу, а вот крепость найти запросто. Помимо этого, я здесь также вижу и фритиков. Давайте-ка с ними разберемся. Я все-таки супергерой, сильный, так сказать, в кокон вас. О, кстати, с ними так гораздо легче сражаться. Но вот жалко, у меня нету топорика. Хотя деревянный тоже пойдет. Так, нам нужен всего один стержень фрита. Я и себя в кокон заманил. Это как вообще произошло? Итак, разбираемся с вот этим и фритиком. Все, палочка есть. На всякий случай еще одно, а то мало ли. На красавочку где-нибудь. Так, ну что же, ребят, две палочки готовы. Я еще и деньги какие-то нашел. Да что вы тут ходите, ешкин-матрешкин? Все, стойте на месте, пожалуйста. Теперь нам нужно забежать в крепость. И найти здесь наростик. Все просто. А вот как раз-таки и они. Заберем парочку. И по сути все, можно возвращаться в обычный мир, потому что осталась только пустая зелька. Ну, бутылочка. Для этого добудем три кусочка песка. И кстати, я заметил, что мой супергеройский уровень стал вторым. А когда и как это произошло вопрос, я даже не заметил. Ну и по сути все готово к варке. Переделываем порошочек, вставляем. А стеклышко переплавилось. Ставим верстачок и крафтим бутылочки. Нам понадобится только одна. Забираем. Вставляем сюда и кладем Незерский нарост, чтобы сделать из этой штуки мутное зелье. Ну или как оно там называется. Да, варится, конечно, долго. И получаем парарарарам мутное зелье, которое теперь просто-напросто обрабатываем сахаром. И получается зелье скорости, которое нам и нужно выпить для становления новым супергероем. Быстрее, 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 быстрее. И наконец-таки забираем наше зелье скорости, зелье стремительности. И давайте его выпьем. И... Поздравляю, ты стал флэшем. На З и В ты можешь регулировать свою скорость. Способность на Х всемирное замедление. На Б путешествие по измерениям. Офигеть, чего? И мой супергеройский уровень стал третьим. Так, ну бегаю я довольно-таки быстро. Х всемирное замедление, по-моему, было. А ну-ка, давайте нажмем. Смотрите, насколько медленными стали эти зомби. О, бедняжечки мои. И что, мне с вами... Нифига себе. Я такой сильный, что ли? Окей, ладно. Также на В я могу регулировать скорость. То есть я могу делать себя быстрее, что ли? Ну да, вот моя стандартная скорость. Но я могу ускориться почти в два раза, по ощущениям. Так, ну и также у меня появилась способность путешествия по измерениям. Ой, зомби, ты какой-то быстрый. Давай-ка мы тебя замедлим. Уху. Пока. Так, ладно. На Б путешествие по измерениям. Давайте-ка попробуем, может, разогнаться нужно для этого. Потому что я вот сейчас стыкаю кнопку Б и ничего не происходит. Наверное, мне нужно разогнаться. Давайте-ка попробуем это сделать. Побежим куда-то туда и что-то... О, я попал в Эндер Мир. Офигеть. Это работает очень классно. Кстати, вопрос. А я могу таким образом замедлить голема? Ой, какого голема? Дракона. Ладно. Дракошка, иди сюда. Давай-ка мы попробуем сейчас его замедлить. Может, он гораздо дольше будет отсюда улетать. Давай, дракон. Замедляйся. Матрюшкин. Что-то он как-то не особо замед... А. Я понял. Мне даже кристалл не надо было разрушать. Он просто помер с одного удара. А вот теперь все Эндер Мены стали гипермедленными. Ой. А вот телепортируются они все равно быстро. Ой, господи. Короче, ладно, ребят. Я думаю, на этом можно закончить этот безумно крутой выпуск. И если он вам понравился, то обязательно влепите лайк. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Ну а с вами был Скрэйч. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok